Инсульт Это либо левосторонний центральный гемипорез, либо правосторонний в зависимости, где произошла катастрофа в головном мозге Предотвратить заболевание сердечно-сосудистой системы сложно, но возможно Тем же, кто запустил болезнь, помогут в медицинском центре ДВФУ В нашем центре мы выполняем довольно большой спектр кардиохирургических вмешательств Начиная от эндоваскулярных методик, это стентирование коронарных артерий Также мы выполняем радиочастотную абляцию, установку постоянных стимуляторов, кардиостимуляторов Выполняем протезирование пластику клапанов, выполняем аортокоронарное шунтирование Также у нас есть сосудистая хирургия, это вмешательство на брахиоцефальных артериях, на брюшной аорте Кроме того, у нас есть таракальная хирургия, мы делаем также таракальные операции, причем менее инвазивно Один из пациентов медцентра – инженер-кораблестроитель Александр Василенко Медицинский центр ДВФО приехал на обследование, после которого стало понятно, что операции не избежать Порядка семи дней были проведены полный анализ организма Все это за счет квоты, которую сам медицинский центр и оформил То есть я никакого участия в этом деле не принимал Значит, операция была проведена успешно, на второй день меня из операционной перевезли сюда Ну и вот проходим курсы, как говорится, реабилитации Серьезное поражение левой коронарной артерии удалось устранить с помощью аортокоронарного шунтирования Средняя стоимость операции – более 400 тысяч рублей Однако все расходы по проведению операции государство взяло на себя Квоты есть практически на все операции по кардиохирургии В прошлом году весь объем квот был выбран до конца лета Ну глазочек просто на две части был у него разрезан стекло В ране находились стекла, 27 кусочков мы насчитали А это осмотр после операции глаза Игорю Галабурде после автомобильной аварии удалось не просто собрать глаз по кусочкам, но и сохранить зрение С травмами и другими проблемами детский глаз сюда едут со всего Приморья Такое деление в крае одно Только в прошлом году здесь прооперировали почти 1400 человек Оперируют врачи бесплатно, детей привозят и на скорой, и по направлению участкового окулиста Раскальзывают такие случаи, что близорукость минус 11 выявлена перед школой Мама не замечала, что ребенок не видит То есть вот это не единичный случай, каждую неделю такое бывает Сказать, что это просмотрел доктор Вряд ли, но это вряд ли Врожденные патологии и недоношенность сегодня становятся главными причинами серьезных проблем со зрением у детей Только в Приморье близорукостью страдает 23 тысячи малышей Каждый год около 40 человек уходят на первичную инвалидность У взрослых свои проблемы Вероника Дружинина делится впечатлениями от операции В 71 год ей пришлось пережить удаление катаракты Я, конечно, волновалась очень, но волнения были напрасные Операция протекала безболезненно совершенно Единственное, ну вот страшно было зайти в операционную и лечь на этот стол В офтальмологическом отделении больницы рыбаков за год оперируют около 2,5 тысяч пациентов Более половины из них с катарактой, почти все операции успешные На сегодняшний день в Приморском крае, в принципе, есть все возможности прооперировать катаракту Да, есть много частных компаний, которые рекламируют, предлагают свои услуги Это на сегодняшней, это реалии нынешней жизни Но есть и государственная медицина, которая абсолютно не хуже Я считаю, что даже в некоторых ситуациях и лучше Потому что у нас пациент находится под наблюдением А новейшие технологии отрабатывают на базе школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Ученые занимаются исследованием биоразнообразия региона Они пытаются сформировать своеобразный каталог веществ и молекул, чтобы облегчить в будущем создание и внедрение новых лекарств Многие из них содержат в себе молекулы, которые в будущем могут излечивать миллионы жизней И мы думаем, что во многих организмах есть больше, чем одно потенциальное лекарство А огромная проблема на планете состоит в том, что виды исчезают с неимоверной скоростью Изучая студенты и раковые клетки, взятые прямо из мозга больного, а точнее из опухоли Мы берем ее часть для того, чтобы адаптировать опухолевые клетки для роста в лабораторных условиях В дальнейшем с этими клетками можно проводить различные эксперименты В частности, тестировать какие-то новые лекарственные препараты Смотреть, насколько эти клетки к чувствительным тем или иным химическим и лекарственным агентам И, соответственно, делать какие-то выводы и рекомендации Самоотверженный труд ученых и профессионалов здравоохранения не остается незамеченным Специалисты детской краевой клинической больницы номер один получили награды Министерства здравоохранения Рентгенолог Татьяна Цветкова уже больше 30 лет занимается обследованием всех органов и систем человека После прохождения интернатуры открывался вот этот вот большой корпус И нас оставляли на работу после интернатуры И предложили вот несколько специальностей на выбор Кем бы хотели остаться работать в этой больнице И я вот выбрала врача-рентгенолога Потому что я еще два года медсестрой подрабатывала в детской травме И мне очень нравилось рассматривать эти снимки, искать линии перелома И все подружки свои все показывала Она говорит, я не удивляюсь, что ты стала рентгенологом, потому что ты мне все время эти снимки показывала В отделении находятся дети со сложными пневмониями, патологиями органов грудной клетки И другими опасными заболеваниями Чтобы поставить на ноги ребенка, педиатры работают параллельно с хирургами Это не награда мне конкретно, это награда коллектива Потому что один человек в такой сложной работе ничего не сделает Это награда коллектива, коллектива единомышленников С которыми мы практически 33 года решаем сложные задачи А вот и хирург, она же заведующая отделением экстренной хирургии Екатерина Шмырева Под ее контролем и с ее непосредственным участием в отделении оперируют детей, в том числе и неонатального возраста Тем, кому еще не исполнилось даже месяца с момента рождения А также детей с экстремально низкой массой тела Таких специалистов, как Екатерина Шмырева, в крае единицы Безусловно, категория детей, которые неонатального возраста Это достаточно сложная категория Потому что этот ребенок не может пожаловаться вам на какие-то проблемы со своим здоровьем То есть здесь в первую очередь опыт Который совместный хирургов, неонатологов и врачей-реаниматологов И, соответственно, это команда, которая занимается непосредственно детьми данной возрастной категории Детская хирургия, она очень интересна Безусловно, видеть улыбки детей Видеть, как они уходят здоровыми своими ногами из отделения Вот это дорогого стоит, и, наверное, ради этого мы здесь и работаем Врачей года во всех основных специальностях выбирают и награждают уже несколько лет Сегодня Министерство Российской Федерации во взаимодействии с властями региона Реализует большое количество программ, направленных на то, чтобы профессию врача снова сделать престижной Ведь эта профессия требует глубоких знаний и практики Большой удачи, железных нервов, выдержки и самообладания Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Дмитрий Сухоруков, Сергей Тулатиев, Станислав Лазерный Новости на Восьмом